Легко не только Владу скандали, но и в принципе не сложно. Добиваться оттенка пьяна на рояле Стэнвэй, уверены мировые исполнители. Славу лучшего концертного инструмента всех времен и народов уже более ста лет не может пошатнуть ни один производитель. Этот рояль стоит практически во всех филармониях России и каждый за счастье музыкант поиграть вот на таком рояле. В основе его заложена система знаменитая, которая называется знаменитая система Стэнвэй. Он весь запатентован и включает в себя 128 патентов. В Германии говорят, если Стэнвэй уронить в воду, а затем поднять его, то он еще несколько часов будет держать звук. О нем ходят легенды. Что говорить, если концертный рояль способен без подзвучки работать на пятитысячный зал Карнеги Холл, остальное сантименты. Для сегодняшнего концерта в галерее выбрали нарядный белый инструмент. Под стать ему и соответствующая программа, хиты столетия. Для этого вечера, похоже, все подбирали проверенное временем. От обворожительных хитов Эдит Пиаф до знаменитой темы из фильма «Игрушка». Вся программа с первой до последней ноты сплошь нетленная классика. Ее музыканты Мьюз составляли годами вместе со своими многочисленными слушателями, буквально принимая заявки, как Дед Мороз перед Новым годом. У меня дома лежит мешок заявок со всей страны. И каждая третья-четвертая заявка, она, как правило, дублирует. Это, как всегда, «Босомо ночи», «Под небом Парижа». Ну, это вот те вещи, которые люди очень… Они их очень ценят. Эта программа не один год нами исполняется, и мы не можем… Мы думали, у нас была концерт-программа «Музыка для Евы». У нас было много программ, но все зрители просят нас вернуться к этим хитам. У исполнителей хитов есть определенная опасность. Можно перейти грань и сыграть заезженную до дыр мелодию, а можно творить на благодатном поприще хорошо знакомых музыкальных сочинений. Влад Скандали выбрал последнее и не прогадал. Интерпретация, особенно джазовая, при должном исполнении всегда воспринимается на ура. Культурной прививкой для неподготовленной публики и отдушенной для подкованных меломанов академизма называют свое творчество музыканты «Мьюз». Синтезируя популярные направления с основными основами они создают не только своего, но еще и образованного слушателя. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марья Анна Быстрова, КРТВ.